Здравствуйте! Что-то будет, но где именно бабахнет, пока точно непонятно. Но не буду долго мучить. Главная новость дня в том, что страны ОПЕК сократили добычу нефти, чтобы снизить избыточное предложение. Биржа тут же отреагировала, и баррель эталонного сорта Brent пошел вверх. Утром за бочку давали свыше 37 долларов. Биржевой курс рубля тоже начал укрепляться. Против доллара на 1,4 процента, против евро на 1,5 процента. На 2 марта Центробанк установил курс доллара США на отметке 74 рубля 5 копеек. Курс евро 80 рублей 53 копейки. Золото стоит 3011 рублей за грамм, серебро стоит 37 рублей 2 копейки за грамм. Еще одна новость из Европы. Санкции в отношении России не будут продлены автоматически. Разумеется, это не означает, что их отменят совсем. Но для продления потребуется обсуждение, и далеко не все страны Европы готовы продлить эмбарго. А некоторые страны продолжают сотрудничество, не обращая внимания на санкции. Финны, например, активно сотрудничают с Самарской областью. Подробности в следующем сюжете. Обдумывай хоть неделю, но скажи ясно. Эта поговорка отлично демонстрирует характер финнов. Если решение принято, то оно явно не спонтанное. Поэтому партнерство финских компаний и Самарской области постоянно развивается и является долгосрочной и обоюдно выгодной стратегией. Сегодня в Самаре состоялась встреча рабочей группы межправительственной российско-финляндской комиссии по экономическому сотрудничеству, на которой обсудили дальнейшие перспективы сотрудничества с Финской республикой. Реализован целый ряд партнерских отношений. Сегодня ряд компаний активно работают и на нашей территории, и на территории Финляндии. В качестве примера, это производство ментиляционного оборудования, это упомянутые уже вами проекты в сельском хозяйстве, это сотрудничество в области телекоммуникационных и информационных технологий. Сегодня мы продолжим обсуждение проектов в этих направлениях. И очень надеюсь, что будет ряд других проектов, которые будут интересны нашим компаниям. Финские компании проявляют высокий интерес к Самарской области. Многие на опыте убедились в выгоде партнерства. На начальном этапе мы планируем создание трех совместных предприятий в Российской Федерации, и Самарская область является первой. Мы уже получили первых клиентов, заключили первые торговые сделки, и сейчас планируем производство в Самарской области. Иностранные компании в Самарской области привлекают высокий потенциал, а также возможность работать в особой экономической зоне Тольятти, позволяющей развивать бизнес значительно быстрее. В ближайшее время финские партнеры планируют открыть в регионе еще несколько предприятий. Андрей Трои, Дмитрий Мешканцов. События.